Дай почитать. Это вопросы содержат и описание задающего его. Например, почему мы знаем так мало имен иконописцев? Это вопрос. Кто задает разношерстные экскурсии с туристического теплохода? Или я слышала про таких художников, про рафаэлитов, а в России не работали? Первокурсница, претендующая на роль интеллектуального лидера своего курса. Или почему во Франции художественные стили называют именами королей? Молодой человек с мушкетерской бородкой. Это забавная цифра 99 и еще один вопрос, который иногда задают экскурсоводу в художественном музее. Тоже интересное название. К сожалению, в моем втором издании бумага серая и иллюстрации вообще отсутствует. Справедливости ради, множество QR-кодов и при помощи смартфона можно ту или иную картину увидеть. Несколько озадачило разграничение между глупыми, почему-то напыщенными вероломными экскурсантами и умным, глубоким и знающим экскурсоводом, который скрупулезно, иногда даже заунывно, дотошно вещает в ответ на поставленный каверзный вопрос. Это несколько отталкивает от книги и вот это несоответствие обычного, ничем не примечательного, подробного, профессионального ответа и задорного вопроса с подробным описанием внешних признаков задающего. Разумеется, в книге есть некоторые факты, которые были для меня неизвестны или на которые я не обращала внимания ранее. Например, что Александра Петровна Стройская, героиня парного портрета Фёдора Рокотова и стихотворения Николая Заболоцкого «Портрет», та самая, глаза которой, как два тумана, полулыбка, полуплач, была жёсткой помещицей, матерью 18 детей, шестеро из которых не выжили. А Жак Луи Давид в картине «Смерть Марата» изобразил своего героя, принимающего серную ванну, потому что тот был болен экземой. Книга Алины Никоновой познавательна, безусловно, 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! Дай почитать!